Здравствуйте, Андреас. Большое спасибо еще за ваше предложение, ваши добрые слова. Прежде всего, я хочу поблагодарить профессора Беляева, профессора Корчуна за то, что меня сюда пригласили, сюда в Санкт-Петербург, и за то, что я был в больнице профессора Корчуна. Я адаптирую свой слайд, потому что в английской программе я увидел, что мой доклад назван «Как?», и я стал хирургом-онкологом. Но я бы хотела про путешествовать вместе с вами. Это прекрасная гора, которую вы здесь видите, самая высокая гора в Германии, высокой практически 3000 метров, шутки в Альпах на юге Германии. И представьте себе, что мы хотим забраться на эту гору вместе и достигнуть уровень хирургического хирурга-онколога. Какова цель? Мы хотим посмотреть прекрасные виды, мы хотим узнать очень многое, мы хотим получить опыт в области хирургической онкологии и достигнуть нашей цели. Несколько слов о специальности хирургической онкологии. Профессор Догу уже рассказал о концепции, и я очень рад. Я полностью согласен, что хирургическая онкология, МДТ, хирург-онколог, наиболее важный человек, который принимает решения с другими специалистами. Концепция хирургической онкологии была использована в СО в 2003 году. Это экзамены из двух частей. Это вопросник и устный экзамен. Обычно вы должны два года работать в специализированном центре хирургической онкологии. После того, как получили диплом, существует много центров в странах. Вы можете выйти в интернет и посмотреть конкретные центры и специализоваться в какой-то области, или даже если есть там такая специальность. Кроме того, вам нужна академическая, научная работа. Пока вы получаете специальность, вы должны заниматься научными исследованиями и также оценивать работы, и сдавать экзамены, и обсуждать научные публикации. И, конечно, вы также должны ассетировать при хирургических процедурах для того, чтобы сдать экзамены. Экзамен сдается ежегодно. Хирургическая онкология во многих странах Европы не всегда является сериальностью. Иногда есть подспециальности на основании органов. Допустим, вы колоректальный или хирург, который занимается раком молочной железы. Это специальность хирургической онкологии. Включаются эти области. Если вы сдаете письменный экзамен, вы должны знать все по каждой специальности. Для меня это было очень сложно. Я должен был изучать это вечером, изучать эти темы. Устный экзамен более специализирован. Вы можете выбрать специальность. Три подспециальности. И затем вы выбираете подспециальности. Для меня это было аподиакол, ракодальный рак. И также очень важна стоимость этих письменного и устного экзамена. И также процесс сертификации. Здесь вы видите краткий обзор относительно успешных участников хирургической онкологии. За последний год он 15 лет уже существует, экзамен по хирургической онкологии. И примерно 15-20 участников. Это, конечно, было успешно. И вкратце обо мне. Вы знаете, что я делал в прошлом. Мне 39 лет. Я женат. У нас два прекрасных мальчика. Я гражданин Германии. И я очень рад, что я 6 месяцев назад переехал в Виссабон, в Португалию, для того, чтобы работать в институте РЭКа, в фонде Шан. Я закончила медицинскую школу в 2007 году. Я подготовила экспериментальную диссентацию относительно регулирования и клеточных культур. И я занимался висцеральной хирургией в 2007 году и специальной хирургией. Затем я также участвовала в Европейском Союзе хирургической онкологии в 2018 году. Но давайте вернемся к нашему путешествию. Мы хотели сдать экзамены по хирургической онкологии. На этой горе я хорошо знаю. Я жил в этом регионе 8 лет. У нас есть возможности подняться. Разные возможности. Например, у нас прекрасный путь в 6-8 часов, потому что вы должны дойти до вершины. Вы должны лезть вверх по этой горе. И вы должны, конечно, иметь такой опыт. Существует и другие методы. Вы можете из Австрии прийти. Обычно это 8-10 часов, потому что там не так круто. И третий путь, очень длинный путь. Через долину. Извините, через долину. Этот путь занимает 2 дня. И как вы выберете свой путь к хирургической онкологии? Вам должен нравиться такой путь? Конечно, существуют и другие пути забраться на эту вершину. Например, вы можете использовать старый исторический поезд или канатную дорогу, которая занимает всего 7 минут. Но опять же вернемся к путешествию. Я думаю, что для путешествия очень важно. Мой опыт показывает, что необходимо соответствующее оборудование. И во время путешествия вы должны получить прекрасный опыт и заполнить свой рюкзак этим опытом. Допустим, если вы прямо идете на вершину, конечно, взять надо кроссовки, веревку, и должны быть готовы к путешествию. Если вы хотите остаться на ночь, конечно, надо взять и другие вещи. Но что очень важно, в каждом эпизоде своего путешествия вы берете что-то, и вы учитесь новому, увеличиваете опыт. Это моя временная линия, моего совершенного опыта. Я 12 лет работаю хирургом. Я начал в Мюнхене, в небольшой больнице, в подножье Туршисти. Это была хорошая районная больница. Я очень многому научился. Фактически общей хирургии. Я оперировал грыжи, затем открытые колоритальные процедуры, использовал террикотомию. И тогда мой первый начальник, он был всесудистым хирургом, он был президентом ультразвукового общества в Германии. Он сказал мне, Андреас, первая позиция, это не последняя ваша позиция, попытайтесь добиться как можно больше для того, чтобы достигнуть вершину этой гары. И в течение этих четырех лет я, конечно, не особенно занимался ультразвуком. Я сделал примерно 1500 рульковых звуковых процедур. Я узнала этот метод. И таким образом, если вы можете чему-то научиться в больнице, вы должны это использовать, потому что каждый этап важен для вашей карьеры. Через три с половиной года я думал, действительно, это то, чем я хочу заниматься. Хочу я работать здесь еще 20 лет. И я подумал, нет, нет, это не то. Я хочу чего-то большого достигнуть. Я хочу иметь полную картину висцеральной хирургии, включая хирургию поджелудочной селизе, трансплантацию. Я говорил с первого начальника, он сказал мне, пойди работать в университетскую больницу. Я переехал в следующую больницу в этом регионе. Это было в Инсбруке, в Австрии. Это известная больница. Особенно они занимаются трансплантацией и хирургией, операциями на печени. И в течение трех лет я очень много узнал относительно трансплантации. Я получил специализацию в области трансплантации. Я получал стипендию. Было интересно трансплантировать почки. Я был ассистентом при трансплантации печени. Я был тогда молодым. И я занимался исследованием. Мой человек, мой начальник сказал, если вы хотите добиться успеха, надо проводить исследования. И я сначала проводил клинические исследования. То есть я адаптировал базы данных. Прежде всего, по колоректальной области. Зачем по трансплантации печени. Я опубликовал первые работы в Инсбруке. Это было прекрасное время. И мой начальник меня поддерживал. И через три года я переехал в Берлин. Потому что начальник отдела в Инсбруке стал начальником отдела Шар-Тени. И он спросил, не хочу ли я туда поехать. Я решила, что это хорошо для моей карьеры. Я переехала в Берлин. И в Берлине ситуация была несколько иной. Берлин большой центр. Там много молодых, мотивированных хирургов, как я. И начальник сказал мне, ну, как вы думаете, может быть, хирургической онкологией займешься? Я подумал и решил, да, я пользуюсь этой возможностью. И АТРАУ учил меня. Это очень известный специалист в области злокачественных опылих в Германии, в Европе, всему миру. Для меня это была уникальная возможность получить дополнительный опыт в области онкологии. Потому что существуют различные случаи онкологии. Допустим, колоритальный рак, рак желудка, новообразование. Это был прекрасный метод расширить свои знания и хирургические навыки. И также я стал членом разлигательских национальных, международных обществ. Я присоединился к ЕСА. И я установил контакты с другими центрами в Европе. Я получал стипендии в других центрах. Это действительно было очень плодотворное время. Я многому научился. И я стал уже ближе к тому, чтобы стать хирургом-онкологом. Через 6 месяцев я работаю в Лиссабоне, в Картугане. У меня есть программа по опухолям. И программа APG. Это другая работа, потому что мы занимаемся хирургией рака, хирургией рака желудочно-кишечного тракта. И я также могу рассмотреть другие темы в рамках фундаментальных исследований. Я хочу сказать вам, что хирург-онколог, конечно, это не шоу для одного человека. Это командная работа. И я показал то, как я прошел этот путь. Очень важно иметь партнеров, сотрудников, создать хорошую команду, которая будет подготовлена, которая будет сотрудничать с другими отделами. И то же самое и на горе. Вы никогда не должны подниматься на высокую гору в одиночестве. Это правило. Как я уже сказал, я получил в 2016 году грант стипендии от ЕСО, клиническую стипендию. Я решил, что я пойду в самый большой центр в Европе. Я поехал в Безинсток. И там я провел три месяца. И там получал стипендию. Это был прекрасный опыт. Конечно, это наиболее опытные колоректальные хирурги. И они эксперты в области злокачественных опухолей. Я за эти три месяца подружился с ними и также установил рабочие, исследовательские контакты. Я опубликовал результаты клинического исследования по теме изофилома. И эта дружба, я хочу сказать вам, она продолжается. Я всегда буду с ними дружить. И очень это помогает. Я призываю вас получать вот такие стипендии, ездить за границей, посещать другие центры, потому что у них такие же проблемы, как у вас. И они решают эти проблемы. Действительно, это очень прекрасно. Еще один опыт, который я получил в Японии, это было от немецкого общества. Я получил грант на путешествие. Я посетил больницу доктора Янемура. Ему 70 лет. Он прекрасный хирург. человек, который имеет большой опыт в области рака желудка с метастазами. У него есть команда. Он работает и оперирует в трех больницах. И я посетил его в течение трех недель. Это было прекрасно обсуждать с ним различные проблемы, различные показания для пациентов. Потому что, конечно, в Японии совершенно иной мир с точки зрения лечения локачественного образования. Здесь вы видите сотрудничество в Лиссабоне. Вы, наверное, знаете Алгерой, Анонна Санчес, Анджела. Это консультант. Он работает в Кордове, в Испании. Он работает в области крылотального рака. И мы также сотрудничаем с ним относительно фундаментальных исследований, проектов в области фундаментальных исследований. Ну, вот эти два прекрасных хирурга, конечно, вы их знаете уже. Я очень рад, что они здесь присутствуют, в Санкт-Петербурге. И я также могу узнать о них относительно короскопии в эпигастральной области. Но это не только учения. Теперь я уже четыре года проходил международные курсы. Я поддерживаю курсы СО в Гамбурге. Для меня это большая честь. И у нас есть несколько участников там. Профессор Андрей Думанский из Санкт-Петербурга. Там был в 2019 году. Это прекрасный способ создать такие контакты и поддерживать, и помогать при решении проблем. Потому что у нас, в общем, у всех одинаковые проблемы. Это в Лиссабоне, в центре Лиссабоне профессор Ингернер является членом отделения хирургии желудочно-кишечного тракта. И последний слайд. Это наставничество. Наставничество очень важно, потому что я не знаю человека, любого хирурга, молодого хирурга, который действительно с самого начала, с первого дня знал, как достигнуть своей цели. Если вы хотите, допустим, в Гималаях забраться на горы, вы не знаете район, это очень опасно, это очень высоко, вы получаете гида, который вам поможет. И то же самое в хирургической онкологии. Я очень благодарен моим наставникам. Я покажу вам четыре наставника. Секом Вердика, социалистический хирург из Гармиши, я уже сказал, он сказал мне, что ты должен учиться у людей, которые окружают тебя, и все, что вы накапливаете, когда-то вы будете, ты будешь очень рад, что вы, ты знаешь, второй человек, профессор Раде Фульзен, он профессор Зива из Моника подготовил его, я также знаю его в течение 20 лет, и он мотивировал меня, и он также поделился опытом, как сказал Доминик, мы хирурги, мы должны знать не только хирургии, мы должны знать, как лечить пациента, мы должны знать это даже лучше, чем медики-онкологи. Он меня вдохновил таким образом, потому что он был известен как очень умный человек в Мюнхенской больнице, он был не просто медицином, медицинским онкологом, и это очень хорошо, это мне очень помогло, я вам советую. Этот хирург, профессор Ян Клачке, он начальник отдела хирургии в Шарите, я работал с ним в течение 8 лет, я очень благодарен ему, потому что я узнал очень много стратегических моментов с ним, как создавать программы, проекты фундаментарных исследований, как получать на них финансирование, как мотивировать команду. Это было прекрасное время, и мы все еще дружим с ним. И последнее, я хочу благодарить Беату, конечно, она прекрасный наставник, и я работал с ней 4 года совместно, я узнал о различных методах, и она также выделяла средства для моих поездок в Великобританию, в Японию. Очень важно, я хочу сказать, иметь хороших наставников и соблюдать их советы, потому что практически в каждом случае это полезно для вас. И экзамены, я сдал письменный экзамен в Вене в июне месяце, это компьютерный тест, там 100 вопросов по различным волосам хирургической онкологии, устный экзамен, был в Будапеште, на конгрессе ЭСА, и, как я уже сказал, вы получаете две научные работы, вы обсуждаете их с рефери, и затем вы получаете клинические вопросы по двум подспециальностям. И в конце я получил вот эту бумажку по хирургической онкологии, квалификации Европейского совета хирургии, и я опять же подумал о горе, и теперь я подумал, да, теперь у меня есть прекрасный вид с горы, у меня есть сертификат хирурга-онколога, но теперь, а что дальше? Как это поможет мне? Это, конечно, не водительские права, вы можете водить машину, и я должен вам сказать, что для меня путешествие – это моя награда. Конечно, мы видим прекрасный вид с горы, но в конечном итоге, как я вам показал, вам в течение этих лет, получая опыт, я был очень рад, что я получал стипендии, но в основном, я думаю, об этом путешествии. Конечно, вы получаете опыт, знания, навыки, сертификаты, как сказал Доминика, но ваша награда – это путешествие. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...